Всем привет друзья, с вами Владимир Шемет и сейчас я нахожусь в Алюденизе на пляже Голубая лагуна. Друзья, это нереально красивующее место. Я очень хотел сюда попасть и у меня это получилось. Я специально приехал из Мармариса на этот пляж для того, чтобы посмотреть, поплавать и показать вам все в этом видео. Поэтому тут я покажу как выглядит пляжное покрытие, как выглядит водичка, что у нас под водичкой, как это все выглядит с воздуха, я тоже постараюсь это все показать. Так что, друзья, подписывайтесь на канал и погнали! Алюдениз – это небольшой поселок Турции, расположенный на юго-западном побережье. Алюдениз не широко известен русскоговорящим туристам, но очень популярен у самих турков, а также у немцев и англичан. В Турции Алюдениз считается одним из лучших курортов, поэтому сюда ездят отдыхать и сами турки на выходные, или же всей семьей в отпуск. Также этот курорт очень популярен у европейцев, а русскоговорящих тут совсем немного, так как туры в Алюдениз не очень популярны у наших туристов из-за ценовой политики. Но с каждым годом все больше нашего народа открывают для себя этот потрясающе живописный курорт и совершенно другую Турцию. Цвет моря в Алюденизе имеет ярко выраженный бирюзовый оттенок, так сильно привлекающий туристов. Алюдениз известен своими прекрасными пляжами. Здесь же находится, по признанию многих, один из лучших пляжей Турции – голубая ладуна. В Алюденизе очень много хвойных деревьев, и это очень отличает его от других турецких курортов. Пляжи Алюдениза имеют разное покрытие, но оно отлично вписывается в голубой оттенок воды. Фотографии с пляжей Алюдениза получаются невероятно яркими и сочными, словно это не Турция, а что-то другое. Да-да, именно так. Хотите красивых цветов моря, но не хотите лететь далеко? Но приезжайте в Алюдениз, очень много людей, которые возвращаются сюда снова и снова, ведь в Алюденизе вы сможете отдохнуть на все 100%. Кстати, насчет отелей. В этом месте их совсем немного, и почти все отели – это эконом-класс, и буквально несколько отелей есть уровнем повыше. Но как раз именно в Алюденизе меньше всего нужно думать об уровне отеля, потому что если вы закроетесь в четырех стенах, вы просто не увидите все то, что нужно посмотреть в этом месте. Итак, друзья, первое, что я вам показываю, это пляжное покрытие. Смотрите, как оно выглядит. Значит, пляжное покрытие у нас галька, мелкая галька. Именно вот та галька, которая мне нравится, то, что я люблю, чтобы такой вот был пляж. Это, ну, просто мое любимое покрытие. Такое нечасто встретишь. Прям идеальное, лично для меня. Может быть, кому-то это не нравится, но вот я люблю, чтобы такая мелкая галька была. По чистоте пляжа, смотрите, значит, есть местами окурки. И опять, это есть везде, друзья, как бы вам нравилось это или не нравилось, мусор немного присутствует. Но его практически вообще не видно, друзья. На пляже есть шезлонги и зонтики, но шезлонги и зонтики это уже за доплату, поэтому кто хочет, может арендовать. Мы, естественно, взяли с собой постилочку и арендовать, конечно же, не будем, потому что времени у нас нет на это. Если бы мы здесь отдыхали, то, может быть, бы пару раз мы, конечно же, и взяли в аренду шезлонги и зонтики. Но, учитывая то, что мы сюда приехали всего лишь на два часа, и мы еще хотим в нескольких местах на этом пляже побывать, мы хотим показать вам эту часть пляжа и пляж, который находится дальше, в самом конце этой косы. Поэтому, друзья, сейчас я пойду поплаваю и покажу вам, что у нас под водичкой и какое здесь море. Смотрите, друзья, это у нас заход в море, с краю у нас галька. Дальше я вижу в водичке есть какие-то плитые камни, но я не думаю, что они сплошные, потому что местами я вижу, есть просто чистые участки гальки. В любом случае, сейчас мы заходим в водичку и смотрим, что у нас под водой. И так, друзья, мы поплавали с Мариной. И рассказываю вам, какой же здесь у нас заход. Значит, заход, в принципе, практически везде галька небольшого размера. Значит, есть местами плиты, но это местами как бы можно найти, где этих плит нет. Глубина тут начинается очень быстро, но резких обрывов, именно таких, чтобы резко обрыв был, нет. То есть, пологий заход, но он очень короткий. И что же под водой? А под водой, друзья, именно то, что я люблю. Идеально чистая водичка. Просто именно... Обалдеть, друзья, это просто меня покорило. Реально вот покорило. То есть, можно поплавать с маской, посмотреть это все. Это, ну, конечно же, не Египет. Тут нету такого количества рыбок и такой красоты, как в Египте. Но, друзья, вода чистая. И кое-какие рыбки все-таки здесь плавают. Значит, единственное, о чем я жалею, друзья, это то, что я не взял ласты. С ластами это делать гораздо удобнее. Я всегда с собой беру ласты. Я взял с собой Турцию, ласты, друзья. Но, ввиду того, что мы ехали из Мармориса и ехали на экскурсию, включает в себя два объекта. И этот объект первый, второй у нас будет каньон. Я за него расскажу дальше. Значит, мы не брали с собой ласты, потому что они, ну, большие, тяжелые, их таскать с собой. Хотя, да, это можно оставить было в автобусе, но чего-то как-то не взял я ласты, а взял вместо ласт дрон. И вот не хватило мне этих ласт для того, чтобы поплавать тут дольше, поплавать тут поглубже. Я поплавал, показал вам то, что есть под водичкой. Надеюсь, вам это все понравится, друзья. Значит, однозначно, это вот то место, которое я хотел увидеть. Я его увидел. И я просто счастлив, потому что здесь очень красиво, друзья. Вот реально, как бы, самое красивое место, что я видел в Турции. Значит, смотрите, есть отели, которые расположены здесь, возле этой голубой лагуны. Я отправлял туристов, и им все нравилось. Но отели тут, как правило, не высокого уровня, друзья. Поэтому, если вы хотите здесь отдыхать, это все можно сделать. Все для этого есть, но не для высокого уровня. Но оно и не нужно, потому что здесь самые крутые пляжи и самая красивая природа. Возможно, еще есть где-то красиво. Но из того, что я видел в регионе Мармориса, я просто в восторге, друзья. Обязательно рекомендую посетить это место. А вот тут, смотрите, ближе, получается, к лагуне, к горе, тут практически сплошная плита. То есть, заход в море, конечно, вот по плите, он очень неудобный. Почему? Потому что она скользкая. Можно поскользнуться. Вот я встал. Ну, не везде. Кстати, вот не скользкий участок, а вот скользкий участок. Ну, смотрите, друзья, не обязательно, как бы, заходить в воду там, где вот эта вот плита. Лучше обойти ее, пройтись немножко и зайти по гальке. Вот, вообще никаких проблем, да? Можно специальной обуви заходить по плите, но зачем оно нужно, когда здесь полно места, где можно зайти по нормальному в воду. А сейчас, друзья, мы с моей Мариной, моей супругой, пройдемся именно в саму лагуну и посмотрим, что же у нас там. Какой у нас там пляж, какая у нас водичка, что же там интересного. Естественно, все мы это вам покажем в этом видео. Ну, а сейчас мы идем прямо вот по кромке водички, там где водичка встречается с берегом. Погнали! Погнали! Друзья, смотрите! А вот тут, на самом краю этой косы, в Голубой лагуне, у меня просто произошел эмоциональный взрыв. Просто посмотрите, какая тут красота, друзья! Я просто не могу удержаться и я хочу здесь поплавать. Погнали! Погнали! так друзья рассказываю вам то что у нас под водичкой здесь на краю косы в голубой лагуне смотрите вот заход в море здесь галька средних и мелких размеров вот там где водичка бирюзовая цвета кифани начинается перепад глубины и вот там где уже темный участок друзья там уже глубина порядка но не знаю мне так на взгляд показалось метров 20 а то и больше но друзья это того стоит здесь просто нереально круто я получил взрыв эмоций от того что я здесь поплавал друзья а вот самой лагуне получается мы ее немножко обошли и зашли во внутрь лагуны значит есть условно говоря песчаные пляжи и смотрите они здесь такие пологие пологие смотрите как это выглядит да он тут не очень красивый именно в этом месте а вот смотрите это лагуна и там тоже есть пляжи возможно там вот именно песчаные пляжи но туда у нас нет времени друзья сходить показываю вам именно с этого места как выглядит этот пляж в лагуне очень приятный песок либо мелкозернистая галька либо крупнозернистый песок это пологая лагуна смотрите вот спереди туристы где-то метров 10-15 от берега и этим туристам этим людям всего лишь по пояс друзья водичка здесь теплее намного чем с той стороны косы то которая выходит в открытое море ну просто реально друзья это крутое место просто крутое место я в восторге что я сюда попал я очень хотел сюда попасть я сюда попал и у меня нереальное восхитительное впечатление друзья естественно на пляже голубой лагуны есть бесплатный душ и кабинки для раздевания туалет тоже бесплатный ну в общем отдыхать здесь очень комфортно а еще люди низ это мека параглайдинга в турции именно валюты низ был совершен первый полет на параплане в турции побывать валюты низ и не испытать на собственном опыте что такое полет на параплане означает потерять как минимум половину впечатлений от отдыха боитесь или нет но совершить прыжок с высоты горы баба дак и пролететь над побережьем вы просто обязаны валюты низ работает несколько фирм занимающихся организацией катания туристов на параплана все они имеют офисы в районе главного променада люди низ кроме того купить подобный полет можно и в любом туристическом агентстве курорта цена вопроса примерно плюс-минус 75 100 долларов человека но впечатлений как минимум на пару лямов в общем по параглайдинге валюты низи постараюсь сделать для вас отдельное видео потому что парой слов тут просто не обойдешься ну что друзья два часа пролетела здесь как одна секунда это просто нереально мало времени но это того стоит друзья по крайней мере я полнейший в восторге а что ты ставишь очень красиво море чистейшая водичка тепленькая релакс полный что понравилось что не понравилось все понравилось а что здесь может мне понравится все понравилось отлично ну а я вам друзья уже сказал то что не понравилось мне два часа это очень мало с другой стороны других вариантов именно у нас просто не было друзья это была голубая лагуна алю денис место мост визит для посещения друзья найдите время найдите средства найдите возможность но это место нужно посетить и увидеть и насладиться этими красивыми пейзажами этим невероятным местом здесь есть отель можно отдохнуть а можно это посетить место как экскурсии варианты разные но сюда нужно попасть хотя бы один раз жизни спасибо всем за внимание друзья если есть вопросы пишите их комментариях под этим видео подписывайтесь на канал всем позитива до новых встреч пока пока